Голосовать на выборах для Нины Иркуткиной – давняя традиция, которой она подключает всю семью. И уже не первый год отдавать свой голос приходит с дочерью Полиной. Я считаю, это долг каждого гражданина – проходить голосование. Пришла вместе с дочерью. Надеюсь, что когда ей будет 18 лет, она тоже будет следовать этой же своей обязанности гражданской. Поставить галочку напротив фамилии кандидата, которому доверяют. Четыре претендента на должность губернатора края – Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Виктор Томенко, Сергей Маленкович. Тайна голосования и вся процедура на избирательном участке в Первой школе искусств тщательно соблюдена. Спасибо, вы проголосовали. Насколько важно приходить и голосовать? Ну, думаю, что важно. Показывать будущему поколению надо пример. Вот. То есть, чтобы у них патриотизм выработался. Чтобы они знали, что так надо. Пример с нас брали. Мы выбираем свое будущее. Именно от нас, от избирателей зависит то, какие люди придут к власти, и какие они примут законы. Ну, соответственно, какой будет наша жизнь. В Алтайском крае работало свыше полутора тысяч избирательных участков. Пункты для голосования были открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Выборы – это очень важный момент, потому что мы понимаем, что кого мы выберем, так мы с вами и будем жить. Мы сейчас с мужем очень довольны этой жизнью. В нашем Алтайском крае все строится, все убирается. Стал такой чистый город. Магазин «Приди, все лежит». Мы всю жизнь голосуем, сколько живем, с 18 лет. Почему для вас это важно? Для жизни все важно. А как? Если нам важно, значит и внукам нашим будет важно. Отдали свои голоса и представители власти. Председатель Алтайского парламента Александр Романенко пришел на участок с внучкой. Отметим, в этом году сделать выбор можно было дистанционно на портале госуслуг. Но Александр Алексеевич намеренно выбрал традиционный способ голосования. У меня традиционно есть внучки, которые хотели бы с дедушкой прийти и проголосовать. Ну и я хотел прийти посмотреть свой избирательный участок. Поэтому пока вот за те традиции, которые есть. По результатам голосования действительно мы узнаем, как будет строиться в дальнейшем будущее нашего региона Алтайского края. Свой выбор сделал и сенатор Российской Федерации от Алтайского края Виктор Зобнев. По словам сенатора, для него важны выборы всех уровней, в том числе и выборы губернатора региона. Голосуя, вы на самом деле избираете свое будущее на ближайшие пять лет. Пять лет перед этим были достаточно для Алтайского края. Не сказать, что неплохие, а очень хорошие. В городе Рубцовский и в городе Барноле мы строим два технопарка. В городе Бийске тоже строим. У нас стало выделяться на порядок больше средств на инфраструктурные изменения. Мы видим точки роста, несмотря на сложное время и пандемию, и специальную военную операцию. Все-таки города и муниципалитеты. Вижу то развитие, которое получил край за последние пять лет. Напомним, процедура голосования проходила в три дня. С 8 по 10 сентября. Помимо нового губернатора Алтайского края, жители выбирали представителей в органы местного самоуправления. Избиратели в сельских территориях продемонстрировали большую активность. Их средняя явка составила 38,5%. Явка городского населения – около 17%. Елена Макаренко, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.